Иногда люди спрашивают, что дает какая-то определенная практика, особенно религиозная. Человек может измениться, из одного превратиться в другого в течение практической деятельности. Что это означает? Человек, находящийся в гуне невежества или страсти, может подняться до гуны влажности, то есть изменится его статус, о чем я и рассказывал. И более того, может выйти из-под влияния материальной природы, то есть стать Высшей Гуном, Ниргуном называется, и несомненно вернуться назад в то, что мы называем воскресением, там, о чем она говорит, там, Нилан и так далее. Итак, я сейчас вам охарактеризую три типа тел и психических состояний, психофизического состояния. Характеристика. Значит, если вы помните, Тама Гуна – это в невежестве, Раджа Гуна – это природа страсти, и Шадла Гуна – природа благости. И есть три типа людей, есть их больше, но я скажу вам основные три типа. Потому что мы с вами сейчас здесь находящиеся в основном в этих трех типах и их конфигурациях. Что это означает? Худой, тонкий, нормальный и толстый, полный человек. Полный человек, нормальный человек и худенький человек. В Аюрбеде такой тип тела рассматривается как Бата – это худенький воздух, Пита – это средний тиль, И Каха – это полные люди. И вот сейчас я вам буду рассказывать, Как меняются типы под влиянием практик, Духовных практик. Что происходит с нашим характером, С темпераментом, С нашей моралью, С нравственностью, С ценностями, И с поведением. Итак, я начну рассказывать вам о нормальных, начну с нормальных. Начнем с нормальных. Или, который называется Пита-тип. В Танасе сейчас, может быть, кто-то найдет себя, Увидит, или соседа, Лучше себя. Или родственника. Лучше себя. И возьмем одного человека, И на его примере проследим, Как под влиянием практики он меняется. Одно лично. И кто-то себя может сделать, Если человек начинает практиковать, Попробное знание. Кстати, я хочу вам сообщить, Что те люди, которые заинтересовались практическим занятием, Вот третья публичная лекция, Когда люди проявляют интерес какой-то, Я приглашаю на четвертое практическое занятие, Которое пройдет 15 марта, То есть это послезавтра, в четверг, Также в 6 часов в актовом зале колледжа культуры, Остановка ЦУМ, адрес улица Ленина, 125, В 6 часов в четверг, Вот в этом колледже культуры, Остановка ЦУМ, в 6 часов. Итак, начну. Пита, значит, нормальный человек. Питатель. В невежестве. Вражденен. Способен на подлость. Мстителен. Любит разрушать. Склонен к психопатии и истерике. Преступник. Торговец незаконным товаром. Человек преступного мира. Это тама в невежестве. Это средний тип в невежестве. Вот такие качества в нем проявлены. Или женщина, или мужчина. Не важно. Начинает действовать. Начинает действовать. Что с ним начинает происходить? Практика. Какой-то руководитель. Духовный. Берет его. На старт начинает обучать. И он проявляет. Сцеплены все. Поднимается до типа раджа. Страсти. Из этого невежества. Какие качества начинают проявляться в раджете? Своенравен. Упрям. Импульсивен. Амбициозен. Агрессивен. Властолюбив. Критичен. Любит быть первым. Искусный политик. Легко выходит из себя и впадает в ярость. Терзок. Опрометчив. Горд. Имеет слишком высокое мнение о себе. Есть такие мнения? Нет. И дальше поднялся. Еще выше очистился. Еще выше. Что происходит? Разумен. Ясное мышление. Восприимчив. Мудр. Руговодствуется странным смыслом. Сторонник доброй воли. Независим. Дружелюбен. Храбр. Хороший наставник. И лидер. Вот смотрите. От преступника до такой личности. Поднимает. Еще через справочку. И это природная качество. Как бы он не имитирует. Это проявляется у него.